а спонсор сегодняшнего ролика мой инстаграм подписывайся на мой инстаграм под каждым постом интересная история свежие новости в ежедневных stories и еще много всякого интересного впереди вас ждет небольшой сюрприз так что подписывайтесь чтобы не пропустить тем привет дорогие друзья с вами криптовать макеры сегодня у нас очередной топ монет который рассмотрим топ монет собственно к запуску погнали первым делом рассмотрим binance binance монетка ирис ирис usdt кстати говоря очень даже неплохо идет в хорошем канале я бы уровне поддержки немножечко расширил и давайте посмотрим за последние две недели за последние две недели мы могли заработать 11 процентов неплохо вот к тому же сейчас на binance и почти нету пар адекватных которые можно было бы запустить скажем так чтобы получать один процент в день да так что принципе довольствуемся этим и это очень даже неплохо получается 5 процентов за восемь дней то есть любом случае мы получим больше 15 процентов за месяц а это уже хорошо монетка выглядит очень хорошо думаю можно даже запустить и она сейчас в принципе неплохо так откатила под упала на это все от битком естественно итог тоже у нас сделал по похожие движения к запуску принципе рекомендую так давайте тут посмотрим здесь монетка высоковато для того чтобы сейчас запускать но в принципе по австралийской системе что такое австралийская система посмотрите пожалуйста ролик называется хитрости битс гэп стратегии правильного запуска я буквально вот его на прошлой неделе снял чтобы знать что такое австралийская система посмотрите пожалуйста его подсказочку я сделаю пожалуй вот выплывет у тут вот где-то под австралийскую систему в принципе попробовать можно но давайте посмотрим для начала что она дает нам по процентам 36 гридов сделаем в принципе ну плюс-минус вот так там и скорректируйтесь либо пишите мне в вип-чате для более подробных так сказать настроек не радуемся раньше времени давайте посмотрим две недели и поймем что нам дало такую прибыль естественно видите вот эти два три даже там или четыре получается если вот это второе считать таких импульса нам и дали наверное вот это вот 40 процентов месячной доходности но за две недели как раз была парочка подобных импульсов даже вот кстати говоря ну раз монета так входит значит мы это учитываем принципе можно попробовать запустить чтобы забирать один процент в день но я думаю что на 15-20 процентов за месяц мы точно можем рассчитывать в принципе тоже можно запустить это нет wtc давайте посмотрим даже так как нам предлагает сама система и посмотрим за последние две недели за месяц 27 процентов за последние две недели есть процента в принципе тоже неплохо знаете в последних реалиях сколько дает бинанс доходности это неплохо вот это 20 процентов за месяц это неплохо если она будет также идти примерно в этом приду а нет к жос что ли реагирует на bitcoin здесь примерно такая же ситуация как на прошлое даже выглядит график похоже должно дать примерно то же самое да примерно то же самое дает знаете весь стоп такой нет вот это я бы не стал запускать арба 3 но вот кстати первые вот эти 4 монетки в топе выглядит даже принципе ничё так ампатичный здесь мне принципе не нравится как монета гуляет я бы не стал запускать его латильность похоже здесь не очень ну тоже такое неоднозначно принципе месяц она так входит а так это всего лишь на всего-то по процентам ерунда 17 процентов довольно узенько получается довольно узенько получается и можно запустить получается на небольшую сумму денег но и доходность естественно так дальше я этот топ не вижу смысла смотреть потому что доходность уже совсем упала давайте переключаемся на биржу окикс и посмотрим что у нас есть на окикс это естественно нет смысла запускать сами видите здесь то же самое три секс и брязный ходит у весь сетка где-то 27 процентов у нас есть 928 доходность покаживает хорошую но как она двигается это похоже уже на такой нисходящий канал как будто бы и нам ее ждать еще ниже принципе можете запустить по австралийской системе я давайте покажу как это вообще работает австралийская система вот мы собственно берем определяем так сказать ширину нашей сетки потом берем так и опускаем ставим 12 гряда на продажу у нас верхняя цена получается 727 нижние 547 и таким образом мы запускаем сетку если цена пойдет вниз мы страхуемся и собственно вот это вот все не выкупаем сразу для старта сетки и естественно если мы падаем вниз мы усредняемся очень хорошо по цене и когда пойдем вверх у нас уже сразу же будет плюсовое изменение по цене то есть мы сразу же будем получать прибыль если цена пойдет вверх мы просто это дело за трейлим и будем выкупать да немного по более дорогой цене но когда мы видели такое чтоб цена резко сразу же одной свечой забирала все это вверх такое бывает не часто довольно редко обычно то есть чуть-чуть пошла вверх все равно и пошла вниз таким образом мы все равно получаем такую более стабильную среднюю цену принципе можно запустить но немного опасно по австралийской системе можно попробовать это даже принципе я бы держал как лица палец на пульсе и где-нибудь кнопочку на стоп лосик мышку рядом со стоп лосом тут вот держал бы давайте погнали дальше любите 7 первых у нас не завершилась коррекция вот этот а во вторых но это порнография полнейшая уже где-нибудь со стоп лосом под нижними гридами я бы это запускал бы если бы запускал бы сюда чуть-чуть тянем и даже вот так 27 процентов ширина нормально две недели 60 процентов чаешь и 60 процентов знаете кстати говоря у меня тут на подходе не то что на подходе но я сниму еще один ролик по поводу реальных процентов и сколько покажет нам не бэктест а демо одинаковый бот один в один на демо и одинаковый вот будет на ну боевой бот вот принципе можно запустить тоже о риск менеджменту смотрите по своему как это сделать с стоп лосом либо под нижними гридами либо следить за ботом можно его запустить допустим по австралийской но я тут на самом деле не вижу особого смысла запускать по австралийской можно просто немного ниже запустить потому что он ходит вот в этом канале все это время и ниже не опускался значит по австралийской особо то и смысла нет его запускать но есть смысл хотя бы сделать вот так там три четыре пять грядов на продажу сделать. И все равно немного ниже включаем трейлингап и чтобы нам это в случае чего поднимать. Но это все зависит от вашей стратегии в принципе. Как вам больше нравится. Монетка интересная возможно запущу ее даже себе. Но возможно нам скоро ждать от нее пампа. Если так посмотреть возможно она выстрелит хорошо. Поэтому от греха подальше трейлингап отключите если будете сразу формировать канал. Если будете по австралийской системе то следите почаще за этой монеткой. Может выстрелить просто в космос. Тра у меня запущена. Сходила она очень высоко наверх. Зря я это все дело затрейлил. Кстати говоря если бы я вообще был выключен трейлингап и не забрал бы это движение а просто вот это по изменению там был бы дикий плюс. То есть не всегда трейлингап действительно хорошо когда он настолько сильно поднимается. То есть на пампах трейлингап лучше не использовать. Либо закрывать где-нибудь наверху. Либо если вы хотите чтобы пара дальше работала просто нафиг выключаете трейлингап и ждете чтобы цена вернулась в этот же коридор в котором вы торгуете. Если она не вернулась а сформировался новый канал можно закрыть бота и открыть его заново. Либо если как в данном случае она вернулась. Эта цена кстати говоря с повышенной довольно таки волатильностью. Вы можете здесь дополнительную прибыль. Либо то есть открыть бота заново. Что было бы даже лучше чем бы мы это все затрейлили как это сделал я. Хорошая пара сейчас в принципе она готова к запуску. Видите у нее здесь сформирован канал был. Вот и она в него сейчас вернулась после этого пампа. Так что в принципе можно забирать. Отличная монетка. И я напоминаю что по ссылочке в описании есть регистрация на OKEX где вам будут давать 20% от комиссии кэшбэком обратно на баланс. Просто прям в долларах. Деньги будут приходить раз в час на ваш счет на основной и вы сможете увидеть каждую транзакцию сколько вам вернулось денег именно от комиссии. 20% комиссии вам будет возвращаться обратно долларами. Вы сможете на них запускать ботов или выводить или делать что угодно. Вы будете эти деньги видеть прям как они вам возвращаются. Это не какими-то абстрактными скидками на комиссию. Это возвращается реальными деньгами. Давайте погнали дальше. ЛБА. Нет эта монета еще не готова к запуску. РНТ. В принципе если это у нас октябрь. Здесь пониженная волатильность скорее всего нет. Ну то есть волатильность упала. Она видите здесь была не очень такая чтобы. Здесь произошел памп за монету. То есть поторговали ее целый месяц. Не месяц. Видите ее здесь две недели торговали активно. И постепенно она начала активность это падать. И вот сейчас ее как бы почти. Ну я по крайней мере так вижу. Если у вас может быть другое мнение которое совершенно может с моим не совпадать. Но РНТ сейчас мне кажется не лучше наверное вариант для запуска. Вот видите за последнюю неделю доходность но такая вот. При том что если мы возьмем раньше или за месяц там вообще дикая доходность будет. Но тут кстати говоря смотрите после снижения волатильности когда она совсем уже снижалась. 15% за 15 дней можно хорошо забрать. Ну и снова же если месяц посмотреть то здесь естественно будет дичайшая доходность. Смотрите сами запускать или нет. 23% можно смело расширять так сказать. Хотя бы до 30 вот так. Ну и доходность будет ниже. Ну и кстати говоря я не вижу куда она пойдет дальше. Для меня непонятно. Так эта монета у нас торгуется недавно. Она довольно опасная. Канал у нас где-то процентов 27 тоже получается. Да? Уже 30. То есть она держится на уровнях поддержки. Ей не дали упасть там ниже определенного уровня. И она идет таким образом. Посмотрите при шаге сетки 0.9 мы не забираем очень много движений. Вот видите это прям движение почти сутки может длиться. Сделать допустим 0.7. Тогда нам процентная доходность показывается ниже. И при этом основная доходность вся вот на этих пампах. Это держится так сказать. Ну такое себе знаете я бы не стал запускать. У нее сама по себе волатильность для бота как бы ну подходит. Давайте последнюю наверное пару рассмотрим. В принципе плюс-минус в одном она входит. Вот у нее был пролив такой. Но ее откупили обратно. 0.9.37. 35% где-то получается. Почему 39? 0.9.37. Процентом показывает. Так ладно давайте тест. Возьмем неделю. В принципе неплохо. Но вот за счет этого естественно движения. То есть среднедневная волатильность у нее сейчас такая. Да тоже можно запустить. Тоже неплохая монетка. В принципе она в своем коридоре ходит. Бывает иногда из-за него выходит. Но вышла она тут кстати довольно таки серьезно вышла. И не было ее в этом коридоре полумесяца. Но если здесь как раз таки запустить по австралийской схеме, то мы видите можно даже сказать почти в безопасности. Вот такой вот топчик на сегодня вышел друзья. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки. Регистрируйтесь на OKEXE. Получайте 20% скидки на торговую комиссию. Точнее кэшбэка. Обратно деньгами этих 20%. Всем счастливо. Всем пока.